В лице переписчика, отмечают специалисты, в дом сельских жителей приходит государство. Поэтому вопрос подготовки персонала для работы на переписи имеет принципиальное значение. Разработана и мультимедийная обучающая программа, в рамках которой будут готовить технических специалистов. Им предстоит обрабатывать собранные сведения. Одной из принципиальных особенностей сельхозпереписи 2016 года станет широкое использование планшетных компьютеров. Многим придется научиться пользоваться и этим техническим средством. В числе 60 тысяч переписчиков не будет профессиональных статистов, поэтому от уровня подготовки кадров и будет зависеть успех переписи, подчеркивают участники круглого стола. Основа сельхозяйственной статистики – это и есть перепись. Все начинается с сельхозяйственной переписи. Для статистики чрезвычайно важно сформировать генеральные совокупности по всем категориям сельхозяйственных производителей, для чего используются уже в прикладном плане данные с переписи. Ну, конечно же, мониторинг государственных программ, доктрины продовольственной безопасности. Активнейшим образом и очень серьезно ждут эту информацию и бизнес-сообщества. Сельхозперепись называют более сложной, чем перепись населения. Придется переписывать десятки тысяч сельскохозяйственных организаций, сотню тысяч крестьянских хозяйств, а также 50 тысяч индивидуальных предпринимателей. Также в списке ЛПХ, садоводческие и дачные некоммерческие объединения. Стратегическое значение сельхозперепись имеет и для Краснодарского края, который на сегодняшний день обрабатывает более 4 миллионов гектаров сельхозугодий и производит продукции более чем на 300 миллиардов рублей. Подготовка к переписи на Кубани идет активно. Десятки волонтеров уже готовы ко всероссийскому мероприятию, на проведение которого из краевого бюджета выделено 70 миллионов рублей. Очень, конечно, приятно читать слоган нашей всероссийской переписи. Это «Село в порядке, страна в достатке». Это действительно так. То есть, опираясь на те конкретные цифры, которые даст нам вторая сельскохозяйственная перепись, мы сможем принимать стратегические направления, правильно распределять финансы краевого федерального бюджета, на то, чтобы действительно вкладывать средства в те самые точки роста, где необходимо сегодня привлечение инвестиций. Сельхозотрасль – это приоритетное направление для Кубани во все времена, отмечает краевой чиновник. Сегодня здесь активно реализуется программа импортозамещения. Овощеводство, садоводство, животноводство, семеноводство, перерабатывающая отрасль – все это считается локомотивом агропромышленного комплекса края. Развиваются и тепличные комбинаты, аквакультура. Чаеводство набирает обороты, в том числе и благодаря сочинским плантациям. «Кубанское значит качественно» – это основной слоган, который сегодня стоит перед аграриями Краснодарского края. И наша задача именно в таком направлении двигаться. И я думаю, что та статистика, которая показала прошлый год, что наша страна в целом заработала больше средств от АПК, чем от ВПК, это тоже является таким стратегическим направлением. Мы должны эту планку тоже поддерживать. И аграрии сегодня, они нашего края готовы именно к таким серьезным стратегическим задачам. Перепись стартует 1 июля и продлится до 15 ноября.